Вот у неё челюсть сломанная, верхняя, нижняя. К рукам специалиста Багира, так зовут кошка, уже привыкла. В ветеринарную клинику животное привезли после Рождества. На площадке возле дома запускали салют. Кошка была в квартире, но вынести шумное представление не смогла. Начала метаться, а потом и вовсе выпрыгнула в открытую форточку. Падение с восьмого этажа и, как следствие, множественные переломы. И привезли вовремя, и прооперировали удачно. И сейчас вот она уже может нормально немножечко передвигаться, кушает уже сама, поэтому уже лучше. Это их Багира выпрыгнула в открытую форточку. Маленькая Соня вместе с мамой Екатериной теперь знают, как животное может реагировать на шум. И им ещё повезло, их питомец остался жив. Многие любят салюты, просто надо как-то к животным, да и к людям относиться более осторожно, потому что как животные, так и люди могут пострадать от этих салютов и петард, которые просто даже дети могут запускать, и это никак не наказывается, никак не следится за тем, чтобы это было больше контроля было над этим. Сыклявый, сыклявый придурок! В интернете с каждым годом всё больше и больше видеороликов, на которых заснят неподдельный страх животных. По словам специалистов, такие шумовые атаки губительны для многих из них. Не все могут спокойно переносить салют и разрывы петард. Прямиться спрятаться, уединиться. Кроме того, если она не может успокоиться, то, конечно, поведенческая картина проявляется вплоть до агрессии. Это ещё один пациент Саратовской ветеринарной клиники. Его тоже пришлось успокаивать после новогодних праздников. Как отмечают специалисты, если домашние питомцы боятся салюты или петард, лучше подготовиться заранее. Сейчас существуют специальные седативные препараты и для собак, и кошек. Спокойся. Молодец. Верой? Молодец. Говорят ветеринары ещё об одной статистике. Во время новогодних праздников многие потеряли своих собак. Те, испугавшись салюта, попросту убежали. А в одной из ветеринарных клиник пришлось даже усыпить совершенно здоровую кошку. После испуга она стала бросаться на хозяев. Павел Фитилёв, Роман Шельзяев, Саратов, 24.